Московский государственный университет один из старейших, основан почти три столетия назад авторитетнейших учебных заведений не только на постсоветском пространстве, но и в целом в мире. Среди всех Нобелевских лауреатов есть 11 писателей, литераторов, политических деятелей, жизнь которых так или иначе связана с Московским университетом. А по выражению Герцена МГУ один из центров мировой культуры. Именно здесь в 1994 году Нарсултан Назарбаев впервые озвучил идею создания интеграционного объединения, впоследствии ставшего Евразийским экономическим союзом. Интересны теперь уже это музейные экспонаты, записки Назарбаева, главные тезисы исторического выступления. Где он, глава молодой республики, которая едва вставала на ноги после распада Советского Союза, четко и остро говорит о степени ответственности за день сегодняшний, за будущее не только политиков, но и каждого гражданина. Развитие постсоветского пространства сейчас определяется двумя тенденциями. Во-первых, становлением национальной государственности. И во-вторых, интеграцией стран СНГ. Все это закономерно. Когда идет бурный научно-технический прогресс, жесткая борьба за рынки сбыта, выжить можно только в объединении. Из выступления Нарсултана Назарбаева в МГУ имени Ломоносова в 1994 году. Что было ровно через 20 лет, известно каждому. В 2014-м в казахстанской столице создан Евразийский экономический союз. И тезис о том, что выжить можно только объединившись, многократно доказывает свою состоятельность. Вчера, сегодня и завтра точно. Ведь государств, желающих присоединиться к объединению, сегодня больше 40. Важно, что несмотря на сложности, Евразийский экономический союз обеспечивает рост объема товарооборота внутри союза. И почетный его председатель однозначно будет этому способствовать и дальше. Есть трудности, но я считаю, что эта интеграция работает, имеет большую перспективу. Я как почетный председатель буду этому способствовать. Россия – главный партнер Казахстана и в экономике, и в политике. Это абсолютно стратегический альянс, и партнерство успешно развивается. У нас продолжается политический диалог. Мы регулярно встречаемся с президентом Токариевым. У нас работает ритмично правительство. Товарооборот растет. В прошлом году он вырос на 19, по-моему, 7 или 26 процентов. Растет почти 20 миллиардов долларов. В общем и целом, мне кажется, что это очень хорошие показатели. И у нас есть хорошие перспективы дальнейшего развития. И вот уже Нурсултан Назарбаев снова в стенах Московского государственного университета. Всех самых, которых 26 лет назад он предложил создать Евразийский экономический союз. Ректор Садовничий подсчитал визит девятый по счету. Ельбаса – единственный иностранный деятель, который имеет сразу две высшие награды этого авторитетнейшего вуза. Как правило, в них не просто факты настоящего. В них феноменальная дальновидность дня будущего. В современном мире без интеграции в одиночку прожить невозможно. Почему мы забываем, как образовался Европейский союз? Мы знаем на равноправных условиях. Если границы открыты, передвигаются люди, идет обмен опытом, обмен научными достижениями. И в целом служит вопросом просто. Я восхищаюсь той эрозии, которую мы сыграли на разных этапах. Я вас знал еще в советское время. Видел, как вы решали вопросы в 90-х годах. Это была ваша грандиозная роль тогда. Мы все на вас смотрели. Ну и затем вот эти кризисы, которые мы прошли, вы принимали правильные и точные решения. Все время вы ориентирулись на сотрудничество с нами. Ну и, конечно, Евразийский экономический союз, он работает, он расширяется. Уже после этой беседы во время интервью нашему телеканалу Виктор Садовничий с присущей ему рассудительностью расскажет, чем все закончилось и в то же время начиналось. Как распадался союз, стирались ориентиры. И когда нужен был твердый ответ на все эти вызовы, нашелся тот, кто этот ответ предоставил. Нужен был реалист, который понимает, что произошло и что нас ожидает, для того, чтобы сделать наиболее комфортно и правильно все для наших стран и народов. И вот Нурсанабиш был тем человеком. Евразийская идея – это идея, в общем-то, философская. Она существовала, и Гумилев, и так далее. Но это была идея пространства, идея общности. А в данном случае надо было реализовать на практике и сделать что-то важное, конкретное. И мне кажется, что его заслуга, он великий человек и мыслитель, состоял в том, что он осмыслив ситуацию. И в 1994 году вот с этого места, вот с этого стула он произнес идею Евразийского экономического союза. Это был абсолютно практический и правильный ответ на то, что случилось. Что хорошо, мы независимое государство. Мы строим свою автономию, независимость. Но люди-то общаются. У нас граница общая. И она, собственно, и не была границей в то время. Поэтому давайте сотрудничать, давайте налаживать экономику и тем самым развивать. И вот эта идея оказалась очень мощной. А еще было трезвое понимание природы и гуманитарного сотрудничества. По сути, современных образовательных процессов и того, что государства не должны экономить на образовании и сотрудничестве в этой сфере. Если мы хотим не отстать от сегодняшнего научно-технического прогресса и от того момента, который движется вперед, мы должны заняться образованием. Поэтому я создал Назарбаев университет, вы знаете, в Астане. Вы там бывали. Я приглашаю читать, приходить, тоже встречаться, читать лекции. Хороший университет. Просто он как пример для других. Это особая школа, интеллектуальная называется, для одаренных детей. Работает как интернат. Причем со всех. С деревень, с чел, отдаленных. Я туда захожу, спрашиваю, откуда. Вот оттуда. Удивительно, как в глухой деревне пришел мальчик, и он там учится вовсю, глаза горят. То есть у нас много талантливых. Не хватает еще раз говорить о том, что никогда государство не должно жалеть на образование. Мы говорим человеческий ресурс. Вот человеческий ресурс. Кроме этого, у нас есть Казахстанская английская техническая университет в Алмате. Есть еще по IT-технологиям университет. Мне хочется еще два-три таких исследовательских университета создать. В столице Казахстана вот уже почти 20 лет работает филиал Московского государственного университета. Он выпускает высококвалифицированных специалистов самого широкого профиля. И почти все они остаются работать на благо Казахстана. Создали филиал решением министров образования и науки Казахстана России под эгидой двух президентов. Это был первый государственный визит, кстати, президента России. Действует соглашение 26 февраля 1999 года. Это филиал, ежегодный прием, 165 человек, в том числе бакалавриат и магистратура, математика, прикладная математика, информатика, филология, экономика, экология, природопользование. То есть то, что нужно. 605 человек сейчас работает, потом заканчивает, приходит у вас. И мы подготовили за эти годы отлично, как говорили, сегодня 2000 выпускников будет, да? Филиал расширяется, дефицит площади есть. Учитывая это, мы решили решить этот вопрос. Передаем корпус специальной профессиональной школы нашей столицы. Общие площади почти 20 тысяч квадратных метров. Проектная мощность. Вот так он выглядит. Ничем что? Вот так он выглядит. Новый совершенно. Вот такой фасад. Но фасад мы можем доделать еще этого университета. И мы увеличим участников филиала по новым специальностям. Может быть, здесь что-то исследовательское поместим. Новый комплекс включает в себя учебный корпус с общежитием на 350 мест. Сейчас ведут последние подготовительные работы. Здесь будут обучаться 800 студентов. Новый корпус казахстанского филиала МГУ будет способствовать развитию научно-исследовательского потенциала учебного заведения. Пришло время для того, чтобы создать необходимые условия для работы этого филиала. Потому что самое главное, мы решаем проблему для казахстанских граждан. Потому что знания получают именно наши граждане. И в числе прочих наших флагманов высшего образования, это Назарбаев университет, это Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, и Евразийский национальный университет, и много других университетов, филиал МГУ, также можно причислить, скажем так, к ряду таких флагманов. Здесь, я хочу сказать, есть несколько этапов, которые знаменательны в целом для развития связей образовательных Казахстана-России. Во-первых, это действительно обращение президента к Московскому университету по поводу создания казахстанского филиала МГУ. Это не просто акт, который символизировал переход ко второму этапу модернизации. Но это вместе с тем и акт, который свидетельствовал о том, что отношения наших стран должны строиться по высоким меркам, по меркам высокого образования. И такое образование действительно дает Московский университет. Это образование, которое института на обществе признает как факт реальный. Благодаря университету по многому создавалось целое поколение кадров, которые воспроизводили на первых этапах модель Казахстана. Подтверждение этому основные вехи в сотрудничестве двух стран, в том числе в сфере науки и образования, представлены на этой выставке. Здесь и архивные материалы о зарождении идеи евразийской интеграции, и данные о ежегодных встречах Ельбаса с талантливыми студентами, молодыми учеными, предпринимателями, где озвучивались стратегические идеи и планы развития молодежной политики. Сотрудничество Казахстана с университетами имеет огромную перспективу. Это помогает сотрудничеству нам в науке и дружбе молодежи наших стран. Сегодня первый президент Казахстана – почетный доктор, почетный профессор Московского государственного университета. Ельбаса награжден высшей наградой вуза, звездой Московского университета. Признание мудрого политического деятеля, чье стратегическое видение и дальновидность положило началу большого пути, по которому сегодня следуют и развиваются партнеры. Поздравляю, это признание студентам Московского университета. Спасибо.